Если бы я не хотел стать хоккеистом, я бы, наверное, сейчас здесь не был. Здесь только те, кто свою судьбу уже точно решил связать с профессиональным хоккеем. У ребят-кузницы кадров Агварса на раздумье было целое десятилетие. Но ради заветной цели эти вундеркинды смогли отказаться от беззаботного детства и подчинить себя жесткому графику двухразовых тренировок вдали от родного дома. Просыпаемся у нас, завтрак хороший, кормят хорошо, как и первую команду из общего котла. Ну, потом идем на тренировку, потом за нами маршрутка приезжает. Мы все вместе едем в школу, но после школы мы возвращаемся на базу и готовимся к следующему дню. Это распорядок для приезжих спортсменов интерната. Казанские подростки, в отличие от иногородних сверстников, не лишены радости просыпаться в своей квартире. В остальном условия абсолютно одинаковые для всей команды, вне зависимости от прописки. И главный из них коллектив старшеклассников тренируется на закрытой базе, чтобы оградить родителей от вмешательства в тренировочный процесс. За время занятий наша съемочная группа была единственным зрителем в Ледовом дворце. Потому что родители немножко думают, что они тренеры большие, в чем они очень сильно ошибаются, конечно же. Потому что это даже иногда мешает. Потому что мы тоже там работали. Да, это да, здесь гораздо легче. Родителей нет, спокойненько. Люди работают, слушают только одного человека, тренера. И этот тренер ежегодно приводит ребят к успеху. В прошлом сезоне на первенстве по Волжье коллектив 2000 года не имел себе равных за весь турнирный путь, потеряв всего один балл. Да и этот игровой год уже ознаменовался триумфом на Мемориале Крутого, где помимо казанцев выступали воспитанники трактора, локомотива, а также столичных ЦСКА и Динамо. Они занимаются, в общем-то, своим любимым делом. Поэтому тут в основном приходится сдерживать, не то что там подгонять. То есть, ну, люди прекрасно понимают, тем более уровень команды очень высокий. И тот, кто немножко не успевает, им приходится тянуться. Филоне тут просто нельзя. Эти успехи не остаются незамеченными у специалистов и скаутов. Последние постоянно просматривают потенциальных новобранцев, держа на карандаше каждого хоккеиста детской школы Акбарса. В преддверии старта текущего сезона главной команде пришлось изрядно постараться, чтобы защитить воспитанников на драфте юниоров. И тенденция к повышенному спросу на выпускников из столицы Татарстана останется как минимум на ближайшие пару лет. Из-за чего спрос был на них, это все-таки одна из лучших школ в России. Поэтому тут берут в этот клуб одних из самых лучших игроков, фактически, можно сказать. Однако сами ребята не прочь остаться в Казани и поиграть для местных зрителей и на благо главной команды. Здесь в них поверили и выписали путевку в большой хоккей. И искать добра от добра юниорам бы не хотелось. Дома, как известно, и стены помогают.